Всем привет, друзья, и сегодня мы посмотрим Звёздного Капитана! Как уничтожить скромника SCP-096 Очень страшная и жуткая телега, я думаю, видео получится суперинтересным, поэтому досматривайте его до конца А ещё, вот было бы прикольно, чтобы вы лайки поставили прямо сейчас авансом, я это очень люблю Извините меня, я такой человек, который любит лайки Поехали! В данном видео я расскажу вам о попытках убить скромника и о том, у кого это получилось Чё это за видео такое? АААААААААААААААААААААААААААААААААА Что это такое? Что это? Это монтаж? Не забывайте Блин, похоже на что-то настоящее Ставить свои капитанские лайки, если хотите ещё рассказов по SCP Нифига себе Ну и жуткая хрень Многие из вас написали, что пока на странице, посвящённой конкретному SCP, не появится отметка о том, что он уничтожен нейтрализован или списан подожди стоп а еще есть неуязвимая рептилия про нее мы тоже посмотрим ролик если это видео соберет кучу лайков и активности в комментариях то мы посмотрим как уничтожить неуязвимую рептилию объект считается функционирующим или живыми зависимости от его природы следовательно скромник неуязвимая рептилия скульптура и другие объекты фонда которые в разных рассказах были потрачены по канону живее всех живых это гарри смут кстати очень смешная тема это вполне логично ведь если то или иное существо будет уничтожено то и смысла в написании новых историй не будет это скульптура описание разных объектов имеют место быть просто будем считать что они произошли в другой реальности второй тип комментариев касался классов объектов кому то показалось что мое описание было слишком мудреным а кто-то и вовсе сказал что оно неверное что очень странно а какому классу принадлежит скромник кетер 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 мое объяснение почти полностью соответствует классификации объектов на официальном сайте я описал аномалии с точки зрения их изученности надежности содержания и возможные угрозы так но это понятно давайте сразу приступим к тому как эту херню уничтожить поехали сначала я расскажу вкратце про самого скромника потом про попытки его уничтожения и закончу самим убийством так и так scp 096 также известны как скромник классы в клип ааааа чё это за игра такая аааааа внешне это ужасное создание напоминает человека высоту достигает почти двух метров сорока сантиметров поначалу можно шесть высокий ля какой ля голый кстати без трусов ходит то перед нами находится бывший заключенный концлагеря связано это с тем что скромник имеет крайне худощавое телосложение а мышечная масса вообще как будто отсутствует однако что сильно отличает его от обычного человека так это невероятно длинные руки я тоже длинные руки я чё могу себя скромником назвать блин ну реально каждая еще более пугающей особенностью 096 являются его челюсти способны открываться в четыре раза шире нормы положенной для взрослого человека то есть дефига то есть нет я думал что у меня выше норм открывается ребят у вас у вас еще большая телесерия нет у меня ну это но это очень широко это очень много подобный момент легко объясняется тем что когда скромник нападает на свою жертву от нее не остается вообще ничего он либо превращает ее в мокрое место ударами своих рук либо попросту пожирает что что это за игры такие это просто видос вот мне интересно было бы поиграть что-то подобное кто-то хоррор а как собственно говоря 096 выбирает на кого нападать содержится этот монстр в небольшой стальной герметичной камере пока он находится в таких условиях он ведет себя очень спокойно обычно шатаясь вдоль стен или посиживая на своей жопке но как только кто-либо смотрит на его кром происходят катастрофические последствия причем то же самое касается и просмотра видеозаписи с его участием я понимаю это чуваки это вот эти ну их кидают в камеры с монстрами и проводят над ними эксперимент как они называются типа класс c да настоящих фотографий художественные изображения использованные в этом видео не вызывают у скромника никаких реакций увидевший а 96 жертва обречена объект почти сразу же становится эмоционально нестабильным так мы все видим моего лицо то есть мы все обречены получается ребята если вы смотрите это видео что вы прокляты все за вами придет скромник извините меня ну так как таков путь такова судьба отправляется в сторону своей добычи точно знает где она находится никакие препятствия на пути скромника не способны его задержать он гнет и рвет сталь ломает бетон пробивает своим телом дома и военную технику неважно где находится жертва под водой или в самолете в воздухе долговязый ублюдок все равно до нее доберется а после убьет самое удивительное то что неясно разумен ли 096 ну похоже на то что он разумный потому что он как-то как-то знаете отборочно ведет себя или непонятно слеп он или нет а еще скромнику плевать на получаемые раны выстрелы специальных винтовок лишь временно замедляют его при этом 096 довольно быстро регенерирует полученные повреждения не влияет на него и крайне низкая или очень высокая температура ну и как же можно уничтожить такую тварь рассмолова некоторые предпринятые попытки где-то нужно сутрили типа как уничтожить разных сепии где вы о том как убили скромника рассказал канал протоколы с теперь но его рассказ был более чем скромный вот мне нравится что звездный капитан любит пересказывать ролики других ютуберов это по моему это ролики как уничтожить наоборот что такое вот это типа у него рубрика он любит пересказывать типа ну на свой лад то есть это не делает его хуже то есть ну просто такой факт я же поведаю вам более детальную историю окей ну и раз уж упомянул протоколы то можете на него подписаться особенно если любите обсуждаемую вселенную кстати я вот вас не уговариваю но вы можете на меня прямо сейчас подписаться вот сделать красную кнопку серенькой отпусти опуститься под видео мне будет мне будет прям в троге приятно а еще если лайк поставить ролики у него просто отличные я даже ссылочку в описании оставлю так сказать бесплатная реклама инцидента 096 1 а вследствие которого были нарушены условия содержания объекта что привело к большому количеству жертв скромника было решено уничтожить первым делом сотрудники фонда решили проверить зеркало если перед 096 поставить зеркало предполагалось что тварь нападет на саму себя но никакой реакции не последовало то есть получается он умный у него есть мозг если чего была подтверждена гипотеза о том что скромник слеп затем решили протестировать мусор ну типа или или слеп либо либо он увидел и не стал нападать свое отражение то есть ну почему здесь именно можно сделать вывод том что он слеп возможно не сжигательную установку как только телу объекта стали наноситься повреждения он вошел в эмоционально неустойчивое состояние и легко проломил стальные стены установки как только ему перестала угрожать опасность он почти сразу же успокоился и его поймали без дальнейших происшествий тут можно сделать вывод что переход в буйное состояние связан с угрозой для жизни даже если в его лицо никто не смотрит какая тварь какая просто тварь в среднем далее пошли тесты с другими объектами 1 на очень было тут 97 что он под именем всеобщая мать классы в клит это что это такое всеобщая мать набор какого-то мясо здание представляет собой большой сгусток плоти который постоянно пульсирует по всему ее телу а а скис которых выделяется молоко любое существо вошедшее в контакт с матерью подвергается гипнотическому воздействию заставляющему его идти к одному из сосков и со что это за фильм такой блин честное забавит вообще на ютубе молоко а остальное жир более не интересует и процесс обычно приводит к серьезным психологическим отклонениям из-за чего подопытного обычно уничтожают мама когда в камеру с пятьсот девяносто седьмой вели скромника он первое время не проявлял никакой реакции чуть позже он заинтересовался одним из сосков и начал его лизать а после а чё запалит реально за соски блин сервенением впился в него и всего за несколько секунд высосал все молоко после 096 переключился на другой сосок и процесс повторился неспособность всеобщей матери удовлетворить запросы скромника вывели его из себя и он принял сорвать ее плоть на части о господи о господи закипнотизированный пятьсот девяносто седьмой персонал бросился на ее защиту но был почти сразу же убит после того как вдруг а персонал всегда когда который идет на сепи всегда погибает во всех рассказах историях легендах мифов вообще везде была показана фотография 096 скромник в ярости направился к нему и разорвал сразу же после этого он успокоился и более не испытывал желание а может быть нам нужно настоящую фотографию скромника типа через интернет не считается поэтому мы можем смотреть видео про скромника нам нужно настоящую фотографию скромника вот прям оригинально увидеть чтобы скорее всего что-то произошло не вернуться за молоком далее пошла очередь scp 426 известного под именем я тостер класса в клит все кто контактирует с этим объектом на протяжении более чем двух месяцев сходит с ума начинает считать себя тостерами и имитирует функции этой техники иногда нанося себе травмы несовместимой жизнью скромник два месяца 6 после чего начал проявлять нестандартное поведение через какое-то время он стал полностью вести себя как тостер объект сидел на корточках постоянно погружая и вынимая воображаемый хлеб из несуществующего отсека нас ростер тостер scp объект что по и спине после того как очередной жертве была показана фотография скромника 096 перешел в состоянии ярости и уничтожил ее затем он стал спокойным и более не пытался имитировать 426 вернувшись свое обычное состояние далее пошли более серьезные тесты с использованием 106 и 173 о возможностях которых я рассказывал в своем предыдущем видео сначала была очередь scp 106 известного под именем старик класс кетер 106 способен проходить я понимаю что кетер это опасные да опасные объекты и сквозь любые твердые предметы и во время его очередного побега ему было показано изображение скромника через систему видеонаблюдения ребят а какие еще класс существует кетер эвклид а что еще существует напишите в комментариях либо еще при прямо сейчас в чате на премьере напишите увидев его старик издал тревожный крик и тут же скрылся в свое карманное измерение 096 довольно быстро прибежал к последнему месту пребывания своей жертвы и стал ждать старик попытался затащить скромника в свое измерение но оказался менее проворным чем 096 и был довольно быстро им сожран из-за особенностей 106 тело скромника почти сразу же подверглась разложению и старик смог из него выбраться после чего затащил ослабленного противника в свое карманное измерение какой-то просто еще только что описал объяснить я не понял карман из бене старик каких только объектов не существует из просто башка взорвется но интересно про скромника мне интересно ребят пекта появились вновь спустя 27 часов 096 был покрыт черной субстанцией серьезно ранен и плакал уткнувшись свои ладони а 106 был крайне доволен тем что произошло после восстановления скромника процедуру повторили но приведет 096 класс эвклид не кетер эвклид для старика он просто падал на пол и начинал рыдать а 106 довольный таким результатом не предпринимал более никаких действий что это майнкрафт а это майнкрафт реально часом моды такие на очереди scp 173 известный под именем скульптура скласс эвклид камере где находился объект было размещено изображение скромника по моему видео первое видео про спиктор мы за всю историю посмотрели это было про скульптуру как раз таки до скульптура самый известный эссипи объект можно сказать то 73 не проявил абсолютно никакой реакции на увиденное как только 096 появился скульптура стала двигаться достаточно быстро чтобы избегать любые направленные против нее атаки боится было еще одним подтверждением слепоты объекта а через какое-то время раздался характерный хруст ну гандошил его шея скромника была сломана однако он довольно быстро восстановился после а типа скульптура ломает шею что-либо сворачивает голову или чего чего все повторилось приблизительно пять часов 173 ломал своего противника и в какой-то момент 096 сдался и сбежал из камеры какая же вот я скульптуру я вижу миленький милики маленький объект у него очень маленький дома но такой вот объект милый а он сворачивает головы еще и пугает блин вот так вот не скажешь да посмотрев на него так отель на что только скульптура была в состоянии ломать неразрушимой кости скромника ни один другой объект или какое-либо воздействие не могли этого сделать далее пришла очередь сепи 198-го известного под именем стаканчик джо класс какой стаканчик сэвклит данный объект может принимать разные формы например бутылкой кружкой или похоже емкость ака а зачем а что а как это вредит или он не вредоносный объект жуткий момент заключается в том что если взять 198 в руку то он связывается жертвы а а а вот оно что течение 24 часов носитель стаканчика подвергается обезвоживанию и истощению при этом забираемые из тела физиологические жидкости и выделения перемещаются внутрь стаканчика после выплескиваются Что? Это один из самых опасных объектов. Стаканчик. Стаканчик, ребята. В конце концов, несчастный умирает. Вот он! Жесть. Жесть! Что? Как только 197-й был перемещен в камеру к скромнику, последний взял его в руки. Как оказалось, регенерационные возможности 096-го свели на нет, связывающие воздействие стаканчика. Тем не менее, скромник заинтересовался предметом, оставил в руке и перевернул его, выливая на пол смеси своей же слюны, пота, крови, желчи, слизи, мочи и кала. Как только камера доверху заполнилась этой райской субстанции, эксперимент прекратился. Далее... О, боже мой. ...идет SCP-1566, известный под именем бесплатной обнимашки, класс безопасный. Что? Из себя этот объект представляет футболку с соответствующей надписью. Если она надета на человека... Подожди, стоп. Ребята, напишите еще объекты, которые безопасные. Напишите их, типа, мне интересно узнать. Вот тостер и чашечка, да, вот эта кружечка, стаканчик, они оказались опасными. ...то последует взаимное объятие с любыми находящимися рядом людьми. Однако носитель футболки становится невероятно сильным и против своей воли наносит своими действиями серьезные травмы. Вовреждая легкие, ломая ребра и в целом выжимая человека, словно лимон. Все это, само собой, приводит к смерти. Оооо... Выбранок... Оооо... Блин, я, я че... Подожди, это сказали безопасный объект. Безопасный! Он уничтожает людей! Сотруднику фонда в футболке была показана фотография скромника. Как только 0,96 появился в камере, последовали взаимные объятия, в результате которых человек остался в живых, а объект был раздавлен. Кости при этом не пострадали. далее. Блин, мне, знаете, мне жалко скромника сейчас. Над ним такие опыты проводят. Чё за... Какой-то кал, кровь. Его раздавливают. Он лежит ебут, шею сворачивая. Чё-то мне жалко. Вот, ребят, кому ещё жалко? Кому жалко? Плюсик поставьте, пожалуйста. Почти сразу же скромник регенерировал, и всё повторилось. Шесть. Ну мне жалко. Ну меня реально жалко. После шести часов одних и тех же действий носитель футболки было решено ликвидировать. А 096 отправили обратно в камеру. После последовали и другие попытки уничтожения скромника, но все они заканчивались неудачно. За шесть месяцев их было 27. Вот интересно, чё это за видео? Его даже сводили с SCP-682 неуязвимой рептилии. Это рептилия неуязвимая? Похожа на крабика какого-то. Которая распотрошила 096, а после его отраскворилась в кислоте, находившейся в камере с объектом. Кости, однако, остались с нетронутыми. Их вообще ничего не брало, а после начинался процесс регенерации. Да ладно! От него кости остались, и он регенерировался? Кости пытались сжечь, дробить, применять радиацию, кислоту и другие воздействия. Чего? Все безрезультатно. Поэтому ученые решили опять применить против скромника скульптуру. 173 успешно разломал черепную коробку и позвоночник жертвы, после чего он был моментально окружен агентами фонда. В это же время к трещинам в костях и ко всему телу скромника были подсоединены трубки. Ай, фу, блин, как же иглы вот эти вот медицинские, я вообще их боюсь, блин, стыд. Для того, как они выглядят? Внутри начала поступать кислота. Изо рта 096-го пошли пузыри, а надетый на его голову мешок задымился и почти полностью растворился. Морда скромника, одновременно ужасающая и полная боли, быстро таяла на глазах сотрудников фонда. Блин, да чё они так издеваются общая. Из глотки раздавались булькающие звуки, сменяющиеся оглушительным визгом. Кожа и плоть по всему телу 096-го отваливалась и падала на пол. Внутренности лопались и из них брызгала залитая ранняя кислота. К этому моменту от лица скромника почти ничего не осталось, но всё же оно было. И сотрудники фонда смотрели на него. Монстр вскинул свои тающие руки и поковылял к одному из агентов. В ответ по нему открыли огонь из оружия. Раньше выстрелы могли лишь ненадолго замедлить 096-го, даже если от его тела оставались одни лишь кости. А сейчас? После чего он продолжал своё движение к жертве. Сейчас же всё было по-другому. Кислота плавила кости изнутри и первая же очередь превратила некоторое их количество в кашу, из-за чего скромник повалился на спину. Огонь не прекратил... Блин, да чё там реально, чё-то сейчас как-то грустно стало. Прощался я вёлся, начиная от головы и заканчивая ступнями. В конце концов, кислота и пули сделали своё дело, и от 096-го осталось только лужи крови. Так он же живой считается, или чё? Чё, он из крови может регенерироваться? Вот так, друзья, в одном из рассказов и был уничтожен наш любимый скромник. Но повторюсь, что пока на странице с объектом не будет соответствующей информации о списании, он будет считаться функционирующим. Да он, да он по-любому регенерировался. Да по-любому. Из кусочка крови. Капельки. Это всё на сегодня. Блин, ну короче, ребят, это было как уничтожить скромника. Очень интересное видео. И на самом деле, в конце оно уже грустное было. И тут я не знаю, когда мы будем смотреть ролик про неуязвимую рептилию, будет ли мне ещё так грустно. Ну мне реально грустно стало. В общем, мне жалко скромнику. Если тебе понравилось видео, не забудь поставить лайк, подписаться на канал, прожать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео каждый день. Меня зовут Рома, не прощаюсь с тобой. Редактор субтитров А.Семкин